Добрый вечер! С вами Анна Литовкина. Я принимаю участие на тренинге Владимира Виноградова «Крылья». И сегодня я беру интервью у Лианы. Лиана, представься, пожалуйста, и расскажи нашим зрителям немножко о себе. Меня зовут Лиана Козновская. Я приехала на уже четвертый тренинг Владимира Виноградова. И каждый раз удивляюсь, как много информации в сжатом и каком-то лаконичном таком виде подает Владимир. Если коротко о себе, то я экономист-менеджер, кандидат экономических наук. Второе образование я художник получила только недавно, буквально несколько месяцев назад. Ну и, конечно же, «Крылья» очень прекрасно наложилось на сегодняшний мир. Ощущение моё – это желание зарядиться, получить большой объём информации по поводу, где искать ресурсы, как искать ресурсы, как находить их внутри себя и вовне. Скажи, пожалуйста, на тебе такая очень странная одежда. И написано, что ты неформал. Объяснишь нашим зрителям и нашим слушателям, что это? Ну, наверное, я долго шла к этому фоновому тренингу, упражнению, поскольку это достаточно такая роль, что ли, или проживание, которое заставляет выйти из зоны комфорта. Ну, для меня это, конечно, сразу, что ты попадаешь в центр внимания, потом отработка, наверное, внутреннего спокойствия и спокойного присутствия, и пофигизм по поводу мнения других людей в адрес тебя. Ну, это, наверное, найти какое-то, словить ресурсное состояние в этом фоновом тренинге и ответить на какие-то вопросы себе и по итогам дня. Спасибо. А ещё у меня такой вопрос. Вчера у нас был детский день, и ты столько всего сделала, и я с тобой тоже вместе и плясала, и прыгала, и кино мы с тобой смотрели. Расскажи, что это за детский день. Детский день – это просто фантастическое событие, наверное. Как правило, его Владимир устраивает в экватор в середине 10-дневного тренинга. Это когда царит атмосфера тепла, доброты, вселенской какой-то любви, принятия, когда есть мама и папа, когда мама говорит прекрасные слова, папа обнимает. Когда вся семья в сборе, ты чувствуешь себя безответственным и в то же время радостным, счастливым ребёнком. Когда ты можешь перезаписать своё детство. Кто-то, может быть, вспомнит те моменты, когда хочет прожить ещё раз те моменты, когда ему было хорошо и кайфово в детстве. Он может выбрать любой возраст, может даже подрасти за этот период времени. А кто-то может перезаписать свою собственную историю, прожить с новыми эмоциями, конечно же, позитивными. И этот детский день даёт столько энергии. Вообще, на самом деле, ребёнок внутренний даёт ресурс. И поэтому вот этот день, конечно же, связан ресурсами, если мы накрыли их. Ты сказала, что ты уже четвёртый раз приехала на тренинг Владимира Виноградова. Чем тебя привлекают тренинги Владимира Виноградова? Наверное, во-первых, это создание определённой атмосферы, которая царит в лагере. Это чувство, наверное, раскропащённости и в то же время защиты. Что это ни капли холодного, злого. И очень редко на большой земле мы раскрываемся и расслабляемся. И когда мы можем быть честным не только с людьми, но и по отношению с самим собой. И, наверное, вот это, потом ещё структурированность и подача информации, которые Владимир собирает, и как он интерпретирует её. Для меня она очень полезная. Очень много я применяю техник для себя. Она работает действительно. Поэтому я всегда очень радуюсь, когда какой-то появляются новые курсы с энтузиазмом. Сразу впрягаюсь в это мероприятие. Да, я помню тебя и по прошлому году, и по позапрошлому году. И ты столько разных фоновых тренингов делала. Например, шут или дамы в шляпке, королевы и масса других фоновых тренингов. С прошлого года какой у тебя был самый любимый? Или с позапрошлого года? Ну, я не могу сказать, что вот прям есть какой-то один самый любимый. Для меня фоновые тренинги – это прежде всего работа, поскольку я могу прожить новое состояние для себя, они свойственны, да, расширить диапазон. И я стараюсь подбирать фоновые тренинги, которые, ну, как бы, я не совсем вижу себя в этих состояниях, да. И, может быть, в какой-то момент даже я чувствую очень сильный дискомфорт. Но потом, кстати, вот если даже брать Аленушку, которая в прошлом году была у меня на лайф максимуме, я вообще, как бы, взяла это в свой гардероб напрямую и постоянно была в этом образе. И столько энергетики тоже, столько внимания со стороны других людей, как бы. Я пытаюсь быть разной, и вот эти фоновые тренинги, они дают эту возможность, да, какую-то растяжку делать и какую-то гармонию внутри себя найти. Леана, я тебя хочу поблагодарить за твое очень интересное интервью. И хочу тебе пожелать прекрасных дней и того, чтобы у тебя выросли необыкновенно большие крылья, которые тебе позволили бы летать. Летать с такой скоростью, с которой ты только хочешь. Спасибо большое. Спасибо.